Интересная эта неделя удалась с 7 по 15 апреля. На нашем стадионе «Заря» прошло ряд интересных футбольных матчей и один интересный турнир детских команд. Начну с товарищеских встреч. Наша ФК «Заря» провела товарищескую встречу в субботу с командой из Селятина. Сборная «Краснознаменск» ФК «Заря» встречалась со сборной Селятина. Товарищеская встреча. Наши ребята уступили со счетом 3-4. В этот же день две команды из Одинцова также провели у нас на стадионе товарищеский матч. Команда «Выбор» со счетом 4-2 выиграла у команды сборная Одинцова. В воскресенье дети в товарищеской встрече встречались команда 99-го года рождения «Дюша» «Краснознаменск» и «Росич». В упорной борьбе победили наши краснознаменцы. Счет 1-0. Хочу отметить тренера Ниолова Александра Николаевича. На стадионе «Заря» в воскресенье 15 апреля состоялся очень интересный турнир памяти космонавта Титова. Это уже седьмой такой турнир. Но я бы хотел отметить лучшую организацию. Данный турнир проводила детско-юношеская спортивная школа. Приняло участие 6 команд. Были разделены на 2 группы по возрастам. Команды 2003 года рождения и команды 2002 года рождения. У ребят 2003 года рождения одержала победу команда «Дюша» «Краснознаменск». Тренер Олег Геннадьевич Марушкин. Второе место заняли ребята из «Филей». И третье место заняла команда «Можайск». Ребята 2002 года рождения. Выиграла команда из «Филей». Второе место одержали наши ребята. «Краснознаменцы» заняли второе место. Тренер Полыгалов. И третье место заняли также ребята из «Можайска». Самая интересная встреча за прошедшие выходные – это был матч 1-8 кубка. Среди детей 98 года рождения «Дюша» «Краснознаменск» встречалась с «Дюша» «Можайского района». Упорной борьбы не получилось. Со счетом 7-4 одержали победу наши ребята. Тренер команды «Дюша» «Краснознаменск» 98 года рождения Ларичук Александр Дмитриевич. Александр Дмитриевич, два слова о сегодняшней игре. Сегодняшняя игра показала, что наша подготовка получше, чем у соперника. Это связано с тем, что мы готовились в прекрасных условиях. У соперника таких условий не было. И вот этот весенний футбол, наше прекрасное поле, и дает нам возможность хорошо подготовиться к игре. Судя по вашему выражению лица, вы недовольны сегодняшним результатом игры? Я доволен, просто не могу отойти от впечатлений и переживаний, потому что игра была очень динамичная. Голы летали и туда, и сюда. И вот пока только обживал, подсчитал, сколько забили мы, ну, сколько мы и пропустили. Кого отметите в сегодняшней игре? Ну, сегодня Боровенков, безусловно, был одним из лучшим. Это центр полузащиты, который первый раз играл на этой позиции. В связи с болезнями некоторых наших игроков, ему доверили это место. Ну, конечно, он очень здорово, хоть и маленький, но здорово соментировал оборону и, конечно, раздавал отличные передачи. Ну, также всех остальных, тут сразу можно перечислять. Вова Водовиченко сыграл здорово, тоже там на себя оттягивал всю оборону и забил. Влад Сорокин, безусловно, там весь свой фланг выиграл. Лапин Андрей, Мошкин Александр, ну, все играли. Чем вызваны замены? Ну, замены, ребята приболели, то есть они вышли вот вчера первый раз на предугровую тренировку. Ну, и чтобы их не усугубить, их болезнь, чтобы опять не заболели по новой, поэтому их решили поберечь, поменять. Успехов в следующих играх. Спасибо.